В среде последних событий о том, что американские и западные военные и политики обеспокоены тем, что КБ Сухого якобы создало новый сверхсовременный самолет, вспомнился мне анекдот еще из 80-х годов. Американцы выкрали советский проект, план сверхсовременного самолета. Перекликается, да? То, что было, к примеру, 40 лет назад и то, что происходит сегодня. И решили собрать этот самолет у себя в секретной лаборатории, чтобы потом знать, как отвечать русским, если вдруг те на них нападут. Это как в поговорке. Бей врага и уже оружие. Ну так вот. Собрали лучших инженеров, авиаконструкторов, разложили бумаги все на столе, начинают собирать, собрали, блин, паровоз. По проекту должен быть самолет. Ладно, разгораются опять. Посчитали все детали, все гайки, винтики, все схемы. А, все, все вроде нормально. Собирают опять, блин, опять паровоз. Ну что ж такое? И тут главный инженер говорит так. Вы знаете, нам нужен русский специалист, потому что эти русские, они же, вы прекрасно понимаете, что они без водки никуда ничего не делают. Надо выкрасть русского специалиста. Послали агентов с секретного авиазавода, выкрали пьяного слесаря, дядю Ваню. Привезли в Америку и сказали, вот дядя Ваня, мы тебе заплатим столько денег, что тебе до конца жизни хватит на водку, на самогонку. Только помоги нам собрать вот этот вот самолет, потому что мы собираем его несколько раз, и у нас что-то не получается. Ну, дядя Ваня говорит, ладно, давайте, что у вас там? Показывайте схему. Показывайте схемы, показывайте все чертежи. Ну, начинаем собирать. Собирают, гайка к гайке, гайка, винтик к винтику, схема к схеме, бах в конце, паровоз. Американцы говорят, ну и дядя Ваня, в чем подвох? Вроде же это должен быть суперсовременный самолет. А у нас получается паровоз. Дядя Ваня после Будуна, ну, соображает. Говорит, вы ж тупые америкосы, вы ж посмотрите, что внизу написано. Тут сноска. После сборки обработать напильником.